Мы продолжаем наш марафон. Я напомню, мы работаем в прямом эфире. Вы можете сюда позвонить, мы ответим на ваши звонки. Номер студии 726-33-26. У нас есть уже гости. Этих людей вы видели не единожды в эфирах, в наших эфирах, в новостях. Мы очень часто делали о них сюжеты. И сейчас невероятно приятно, что есть обратная реакция какая-то. Это семья Грациотовых. Здравствуйте. Здравствуйте. Искренне рада вас видеть здесь. Нам очень приятно, что вы пришли сюда. Ну и, собственно, первый логичный вопрос. Что заставило вас выйти сегодня к нам? Мы в стревоженной ситуации. Мы знаем этих ребят-журналистов. Я очень переживаю за них. И очень неприятная ситуация. И мы пришли вас поддержать, потому что нам это не безразлично. Мы болеем за 7 канал, за ваш молодой, талантливый, умный коллектив. Поэтому ситуация нехорошая. Нам она не нравится. Мы пришли вас поддержать. Спасибо. Спасибо вам большое. У нас есть звонок. Надежда Евгеньевна, здравствуйте. Вы в прямом эфире? Мы вас слушаем. Надежда Евгеньевна, вы в прямом эфире. Мы вас слушаем. Ну, к сожалению, к сожалению, звонок пропал. Но я надеюсь, что вы еще нам дозвонитесь. Задают этот вопрос всем. Ну, вы как участник вот таких событий 6 лет назад, я думаю, более ярко прокомментируете. Вот то, что происходит в Одессе днем. Как должна контролироваться эта ситуация? Да это просто беззаконие. Контролироваться такая ситуация должна правоохранительными органами, я считаю. И, во-первых, они должны присутствовать на улице все время, а не только во время каких-либо митингов, как сегодня, когда их было очень много вокруг. А именно патрулировать улицы. Не просто вечером с мигалками проезжая мимо всего, что творится, а именно работать. Вот какой финал мог бы быть у этой истории? Вот то, что вы узнали. Слава Богу, все остались живы сейчас. Слава Богу, да. Финал, конечно, мог быть страшный. Даже не хочется об этом говорить. Вот я понимаю чувства их родителей, близких людей, этих ребят. И я понимаю, что это просто страшно. Тем более, что это происходит средь бела дня. Свои просто чувства у меня, ну как бы я свою ситуацию еще не забыла. Насколько важно сейчас одесситам активизироваться и вот прийти к пониманию того, что это дело не только седьмого канала? Это очень важно, потому что, ну если это будет продолжаться, то ситуация будет, я считаю, все больше и больше ухудшаться. То есть если раньше просто можно было напасть на людей, ничего за это не будет, сейчас уже стреляют. Что будет дальше, непонятно. Необходимо, я считаю, людям требовать от правоохранительных органов, от милиции, чтобы нашли вот этих вот, я не знаю, как их назвать, нападавших. И наказать их. Необходимо людям как-то требовать от нашего государства, от милиции. Ну вот одна ситуация, несколько лет назад, которая случилась с вами, которая перевернула вам всю жизнь, да, просто потому что не было контроля никакого в этом городе, да, сейчас могло бы произойти то же самое. Уже не говоря о том, что оно и так произошло, потому что наши ребята ранены, они провели два дня в больнице и весь коллектив на нервах. Вот я вернусь к этому вопросу, у нас уже есть звонок. Здравствуйте, Галина Семеновна, вы в эфире, мы вас слушаем. Да, я вам... Здравствуйте. 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 Я вот хочу задать вам вопрос, не то что вопрос, вот я слушаю, смотрю вашу передачу, да, и вот ребята, которые были предыдущие, они говорили о том, что они сели в машину, они преследовали эту машину, они сообщили полиции номер, сообщили, где они находятся, в каком районе города. Мы вызываем сегодня такси, максимум 15-20 минут такси выезжает, приезжает в назначенное время, в нужное время, в нужное место. Почему же полиция не отреагировала, когда эту машину можно было окружить со всех сторон и найти их, этих преступников? Я считаю, что все вопросы к полиции. Спасибо вам большое. Ну, вы знаете, мы сами два дня ждем ответа от каких-либо структур, потому что очень переживаем за наших коллег и за будущее одесситов, которые в любой момент могут попасть в такую же ситуацию. Я вернусь к этому вопросу, который я задавала несколько минут назад, что одна случайность испортила вам жизнь, да, вы несколько лет ходите, вот, шесть лет по судам. То же могло произойти и с нашими ребятами. Ну, вот как в этой ситуации поступать, как с этим бороться? Это сложный вопрос. Ну, вот вы сейчас чувствуете поддержку закона, вот, на своей стороне? Нет, я не чувствую поддержку закона на своей стороне. Я борюсь сейчас с законом, на самом деле. Даже не с законом, а с органами. То есть, по закону, как бы, я с законом не борюсь, по закону я не виноват. Точно так же, как и ребята, в которых стреляли. То есть, ну, они, как бы, никого не трогали, в них стреляли. Вот, их били. У нас есть звонок. Татьяна, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Добрый вечер. Я вообще считаю, что сейчас все каналы должны солидаризироваться с 7 каналом. И вместе журналистское такое сообщество и горожане должны, во-первых, провести журналистское расследование. Я считаю, что журналисты расследовали такие запутанные дела, которые были не подвластны, к сожалению. То есть или не хотела милиция, полиция их рассматривать. А во-вторых, потребовать это дело чести нашей одесской милиции, когда уже все известно. Немедленно дать, кто заказчик, кто исполнитель и должен быть суд. Это непонятно, почему задерживается такое расследование. Я считаю, что журналисты быстрее, эффективнее и очень хорошо это дело сделают. И должно быть солидаризация всех каналов, которых у нас множество. И должно быть расследование на каждом канале. Уже было на круг нападения, уже были на другие каналы. И если это не расследуется, это идут как метастазы, как раковое заболевание. В общем, я желаю успехов и желаю и верю очень в журналистское сообщество. Спасибо. Спасибо вам большое за идею. Ну, вот, собственно, хочу отдельно отметить поддержку СМИ. Потому что вчера, буквально через 15 минут после происшествия, центральные каналы, одесские телеканалы, одесские издания, украинские издания уже находились под нашим офисом. Там очень многие вели прямые включения оттуда, очень многие просто написали различные статьи. И поверьте, это очень важно, потому что дело очень резонансное стало. Спасибо вам большое. Для зрителей хочу напомнить, что вы можете нас поддержать. У нас все еще в интернете продолжается флешмоб. Фотографируйтесь, выставляйте фотографии в интернет, подписывайте ее хэштегом «Я люблю седьмой канал». Мы обязательно это увидим. Поверьте, это тоже нас поддержит. Вам спасибо большое. Это очень важно для нас, ваше присутствие здесь, ваше присутствие под офисом нашего канала, ваши теплые слова. Я вам желаю удачи и оказавшему членку «Борицеп-уборы». То есть я надеюсь, что у нас получится все. Спасибо большое. И вам тоже удачи. Всего хорошего.